Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Как и планировалось, в конце весны Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, ужесточающего ответственность за повторное пьяное вождение. Документ уже принят в первом чтении. Размер штрафа он увеличивает с 300 до 500 тысяч рублей, а срок тюремного заключения с 2 до 3 лет. Только вот не вполне ясно, к кому будет применяться такое наказание. Как к тем рецидивистам или к тем, что уже был осужден за повторную пьянку за рулем. Трасса 101 Субару отзывает в нашей стране более 7 тысяч кроссоверов XV и Forrester. Автомобили были выпущены в 2017, 2018 и 2019 годах. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Причиной кипиша является возможное ослабление болтов кронштейна заднего стабилизатора. Из-за этого, вероятно, появление сильного шума. В некоторых затянутых случаях не исключено повреждение соседних элементов, например, патрубка тормозной системы. Трасса 101 Чего вам не хватает на АЗС? В очередной раз спросили российских автомобилистов. Как информирует издание «За рулем», большинство участников опроса, 24%, ответили, что хотели бы покупать на заправках лекарства. Второй по популярности вариант – туалеты, третий – шиномонтаж. Также респонденты часто упоминали автомойку и дополнительные места для стоянки. Трасса 101 Московские власти еще раз напомнили водителям о том, что в столице работают несколько дорожных камер, которые штрафуют за разговор по телефону. С начала года таких нарушителей было почти 2700. Размер взыскания – 1500 рублей. Эти же комплексы распознают непристегнутый ремень безопасности. Технология основана на нейросети и бигдейта. Лица, не пользующихся ремнем граждан, на снимках размыты в целях защиты персональных данных. Трасса 101 А «Джили» собирается продавать в России еще один кроссовер. В Китае автомобиль носит название KX11. Стартовый ценник в переводе на рубли – 1 миллион 700 тысяч. В базовой комплектации авто оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью почти 220 лошадей. Привод передний. Полноприводная версия снабжена тем же двигателем, но с отдачей 240 сил. Среди фишек – система полностью автоматической парковки. Добавлю сейчас, линейка «Джили» в нашей стране включает в себя пять кроссоверов. Самый доступный GS стоит минимум 1 миллион 320 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания.